Эта певица, появившаяся в шоу «Бизнесе» в 1999 году, сразу же громко заявила о себе своеобразным стилем песен, текста и музыку, которым она писала сама, их философским глубоким содержанием, потрясающим голосом, имеющим широкий диапазон, необычным сценическим образом и эпатажным поведением, из-за которого журналисты уже после первых выступлений назвали ее «девочкой» скандалом. Она не боится смело двигаться на перерез всем форматом, ее песни отличаются внятным и содержательно совершенным посылом, она не перестает экспериментировать ни над своими композициями, ни над сценическим образом. Ее называют одной из самых одаренных исполнительниц нашего времени, вокалисткой от Бога и поэтессой от Лукавого, исполняющей всегда нечто безупречное и совершенное. Ее музыкальный стиль относят к року и поп-року, тем не менее, он имеет свои яркие особенности, которые и дали традиционному русскому року новое движение, получившее название «женский рок». Родилась будущая королева рока в Уфе, Башкирская ССР, в 1976 году. Певица имеет татарские и башкирские корни, а ее полное имя – Зимфира Толготовна-Рамазанова. Уникальные музыкальные способности проявились у девочки очень рано, а свою первую музыкальную композицию она сочинила в 7-летнем возрасте. После окончания школы, Зимфира поступила у Фимской училища искусств на отделение эстрадного вокала, и в 1997 году его окончила, получив красный диплом. И как часто бывает, случай, круто изменил жизнь Зимфиры. Кассета с ее песнями попала к Леониду Бурлакову, продюсеру группы «Мумий Тролль», и он решил рискнуть и оказать ей помощь в записи первого альбома, который под названием «Зимфира» появился в 1998 году. Успех, который имел альбом, превзошел все ожидания. За несколько месяцев было продано более 700 тысяч экземпляров, а никому неизвестная до этого уфимская певица завоевала сердца миллионов слушателей. После выхода этого альбома Зимфира отправилась в гастрольный тур, в котором каждый ее концерт проходит с аншлагом, а, вернувшись домой, приступила к записи второго альбома. Этот альбом, который был назван «Прости меня, моя любовь», в 2000 году получил статус самого популярного российского диска. Практически все песни из него стали хитами, а композиция «Искала» была выбрана в качестве одного из саундтреков к легендарному фильму «Брат 2». К 2005 году певица выпустила еще два альбома, и, познакомившись с Ренатой Литвиновой, режиссером, сценаристом и актрисой, начала с ней сотрудничать. Зимфира написала музыку для фильма «Литвиновой, богиня, как я полюбила», и в дальнейшем это сотрудничество продолжилось. Рената помогает певице снимать клипы, а Зимфира пишет саундтреки к ее фильмам. Со временем они стали не только коллегами, но и близкими подругами, но, что удивительно, этот союз двух неординарных и талантливых женщин, многими был истолкован по «своему», и стали распространяться слухи, что основой их отношений является роман. Разговоры о нетрадиционной ориентации этих женщин стали набирать обороты, и дошло до того, что появилась информация о том, что подруги тайно поженились в Швеции. Тогда Зимфира, которая обычно редко дает интервью и никого не пускает в свою личную жизнь, была вынуждена рассказать журналистам о том, какие отношения их связывают на самом деле. Она опровергла слухи о романе и свадьбе и заявила, что Рената для нее самый близкий человек и лучший друг, без которого ее просто бы не было. К тому же она подчеркнула, что у Литвинова есть любимый мужчина, отец ее дочери, а сама она хоть и одинока, но сохраняет свое одиночество сознательно, чтобы с головой уйти в творчество. И, действительно, певица за 18 лет своей творческой деятельности, выпустив 8 альбомов, нисколько не утратила своей популярности, а продолжает и сегодня уверенно двигаться вперед, увеличивая и без того огромную армию своих поклонников. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?